За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 144 происшествия. Из них 12 преступлений, из которых 10 раскрыто. По двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Прилечено к ответственности 54 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ, занимающихся организацией незаконной миграции и торговли людьми, с 18 августа по 11 сентября текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», в ходе которого проверено 26 адресов компактного проживания иностранных граждан, 4 строительные площадки, выявлено 3 административных правонарушения. С 1 по 9 сентября текущего года с целью противодействия незаконного оборота оружия и боеприпасов сотрудниками окружной полиции совместно с отделом Росгвардии по Ненецкому автономному округу проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье-2017». Проверено 170 владельцев оружия, составлено 153 акта условия обеспечения сохранности огнестрельного оружия, выявлено 9 административных правонарушений, изъято 6 единиц оружия. Дежурную часть полиции позвонила жительница округа и сообщила о том, что с лестничной площадки совершена кража принадлежащего ей линолеума. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что 6 сентября текущего года ранее судимый 38-летний местный житель совершил хищение рулона линолеума принадлежащего заявительнице с лестничной площадки дома по улице строителей. В настоящее время мужчина, совершивший кражу имущества, задержан стражами порядка и дал признательные показания. Похищенный рулон линолеума изъят у злоумышленника и возвращен владелице. Дознавателем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Уважаемые жители региона, не давайте шансов преступникам завладеть вашим имуществом. Не оставляйте свои вещи без присмотра на лестничных площадках, маршах, возле подъездов. Примите все необходимые меры по сохранности своего имущества. Сотрудниками группы по противодействию экстремизму у МВД России по Ненецкому автономному округу выявлено преступление экстремистского характера. Полицейские установили, что в 2017 году житель города Наринмара, пользователь сети интернет, публичной группе социальной сети разместил комментарий с целью разжигания в обществе национальной ненависти и вражды. Указанные материалы были доступны неограниченному кругу лиц, посещающих страницу группы. Собранной полицией и сотрудниками отдела в Ненецком автономном округе регионального управления ФСБ России по Архангельской области материалы были переданы по подследственности для принятия процессуального решения. Следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту совершения преступления экстремистского характера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 10 сентября текущего года на территории Российской Федерации проходил единый день голосования. В Денинском автономном округе жители региона выбирали глав четырех муниципальных образований, а также депутатов девяти сельсоветов и депутата горсовета города Наринмара. Также на площади Марацей проводились мероприятия, посвященные празднованию Дню округа и Дня нефтяника. Всего в охране общественного порядка было задействовано 118 полицейских, 10 сотрудников отдела Росгвардии и 5 народных дружинников. Нарушения общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий не допущено. Сотрудники окружной госавтоинспекции совместно с юными активистами микрорайона авиаторов города Наринмара провели акцию под условным названием «Пусть дорога будет безопасной». Основной целью данного мероприятия явилось привлечение внимания взрослых к вопросам безопасного поведения детей на дороге в наступившем учебном году. В начале акции сотрудники полиции рассказали детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, об использовании светоотражающих элементов на одежде, а также напомнили ребятам об неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Завершилась профилактическая акция распространением среди жителей микрорайона заранее изготовленных памяток с информацией об основах безопасности на дороге. 11 сентября 2017 года стартовал ежегодный всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». Конкурс направлен на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Граждане смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. С 7 по 16 октября текущего года жители округа посредством онлайн-голосования на сайте смогут определить одного участкового, который будет принимать участие на заключительном третьем этапе всероссийского конкурса. Третий этап конкурса стартует 1 ноября, когда будет объявлено онлайн-голосование населения на официальном интернет-сайте МВД России для определения победителя конкурса на общероссийском уровне. Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун профессионального праздника Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября. Информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе, размещена на официальном сайте управления. 10 сентября 2017 года с 12 до 15 часов во время празднования Дня округа во Дворце культуры Арктика госавтоинспекторы, сотрудники отдела по вопросам миграции и информационного центра совместно с представителями управления информатизацией аппарата администрации округа и сотрудниками пенсионного фонда провели акцию под условным названием «Госуслуги без проблем». В рамках акции все обратившиеся граждане смогли зарегистрироваться на едином портале «Госуслуг», а также подтвердить или восстановить свою учетную запись. Сотрудники полиции рассказали о гражданам о преимуществах в получении «Госуслуг» в электронном виде, а также о скидке в 30% при оплате госпошлины за услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД. Всего в акции приняло участие 40 человек. Уважаемые жители округа «Стражи порядка» напоминают, что для регистрации на портале «Госуслуг» вам потребуется страховой номер индивидуального страхового счета с НИЛС, номер мобильного телефона и паспортные данные. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!